Кубанская столица Кубанская столица В Москве Дубльгиз отметил рост в 39%. Эксперты связывают увеличение числа СТО с кризисом авторынка. Россияне предпочитают ремонтировать старые машины, а не покупать новые. Эта тенденция одинакова для всех регионов. Что россиянину лишние расходы, то кубанцу новая каска. Рынок автострахования может потерять по итогам этого года почти пятую часть. Такие данные приводит рейтинговое агентство РЕЭКС на основе подсчета выручки страховщиков. Основной источник новых страховых договоров – продажи автомобилей. Они сократились и по России, и на Кубани, в частности, как минимум на треть с начала года. Но если это и повлияло на кубанских страховщиков, то не на всех. Мы приросли процентов где-то на 40 по сравнению с 2014 года. Это каска – краснодарский филиал нашей компании. Вообще, по каске – 12% падения рынка по России. Мы пролонгируем прошлые портфели и привлекаем клиентов новых с рынка, которые остались на этом поле, так скажем, от других страховых компаний. Если раньше у него стоил полис 100 тысяч рублей, то мы можем его сделать за 50 тысяч рублей. Чтобы снизить стоимость полиса, компания предлагает установить в машину специальный датчик. Он фиксирует поведение водителя на дороге. Если он ездит аккуратно, страховщик предложит скидку. Еще один способ сохранить клиентов в кризис – так называемые полисы с франшизой. Хозяин берет на себя часть рисков. Сам ремонтирует авто, если ущерб ниже определенной суммы. Такой полис стоит значительно дешевле. Как утверждают эксперты, доля страховок с франшизы в кризис будет только расти. Если страховые компании смогут расширить продуктовую линейку, то спрос со стороны клиентов только вырастет, считают эксперты. А рынок возобновит ежегодный рост в 5-10%. Тем более, что глава Центробанка России Эльвира Набиулина поручила страховщикам проработать дорожную карту по либерализации тарифов ОСАГО. Компании надеются уже через три года перейти на самостоятельное ценообразование на этом рынке. Молочные реки отечественному сельскому хозяйству не хватает 1 миллиона коров. Если поголовье удастся увеличить до таких показателей, то через 5 лет Россия сможет себя обеспечить молоком на 95%. Об этом во время Международного агрофорума заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он отметил, что недостающие мощности в молочном бизнесе могли бы создать инвесторы. Речь идет о сумме в 650 миллиардов рублей. По словам Ткачева, для поддержки инвесторов необходимо привлекать в отрасль также и деньги из федерального бюджета. Министр озвучил сумму в 20 миллиардов рублей. Напомню, это заявление глава сельскохозяйственного министерства сделал в рамках второго Международного агрофорума молочной промышленности, который в эти дни завершил свою работу в Подмосковье. Помимо статусов Олимпийская, южная столица за Сочи прочно закрепился еще один – новогодняя. Компанию ей составляют тоже столицы. Причем впереди курорта только Санкт-Петербург. Москва замыкает тройку лидеров. Хотя по стоимости празднования Черноморская здравница опередила всех почти 6 тысяч рублей в сутки. Рейтинг составлен на основе данных профильного ресурса OK2Go.ru. В список предпочтений россиян для отдыха вошли 25 отечественных городов. Дешевле всего встретить Новый год будет в Нижнем Новгороде, Уфе и Саратове. Около 2 тысяч рублей с человека. Кстати, накануне снежного сезона в Сочи мэр Олимпийской столицы Анатолий Пахомов пообещал, что цены на лыжных курортах останутся на прошлогоднем уровне. Ну что ж, увидим. Теперь расскажу о курсах валют. Иностранцы, наконец, оттаяли. И доллар и евро подросли за день. Американец стоит 64 рубля и 91 копейку, а европеец пока держится. 69 рублей 34 копейки. Это были самые интересные деловые факты к данной минуте. Партнер программы Южная региональная строительная компания. Всего доброго. Увидимся на канале Кубань24. ЮРСК раньше намеченного срока ввела в эксплуатацию третий литер жилого комплекса по улице Автолюбителей. В ближайшее время планируется досрочная стача четвертого литера. Продолжение следует... Продолжение следует... Увидимся на канале Кубань24. Продолжение следует...